Меня зовут Владимир, всю жизнь прожил на Камчатке, родился в городе Артём. За последние 10 лет я привозил автомобили на заказ, запчасти, тюнинг, спецтехнику. В дрифт я пришел, в принципе, недавно. Он уже был очень сильно развит на Камчатке. У меня на тот момент в Сильве было именно шоу-каром. У меня было полтора киловатта музыки, шумоизоляция, виброизоляция, три усилителя, кондер, буфер и все в этом роде. Когда я начинал, я, что греха таить, по городу катался. В те времена не было специализированных площадок, все катались где могли, как могли, и на закрытых местах, и по городу. Но в последнее время я только на специализированной площадке, на фатьяне, так скажем. То есть, я по городу уже не катаю. Ну, по многим вещам. В прошлом году, когда я начал уже нормально строить автомобиль, качественно, дорого, как бы очень это и долго было. То есть, я уже понял то, что это уже конкретно дрифтовая тачка. Вот. А перед этим, конечно, это было больше как оторваться, больше как именно сообщественной работы, как бы выйти там, выхватить какого-то адреналина. Сейчас, как бы, мы ездим в основном это по определенному заданию. То есть, выставляем трассу и катаемся. Набираем больше скорость на постановке, набираем скорость по прохождению, скажем так. То есть, сейчас идут тренировки. Я, опять же, я перед этим два года или три уже, не помню, не ездил. То есть, можно сказать, как начинаю все заново. И машина уже другая. То есть, если раньше у меня не было ни мощности, ни выворота и, ну, было нереально тяжело, как бы, ехать и за кем-то угнаться, то сейчас, ну, намного легче все дается. Намного она стала быстрее, намного интереснее. Ну, вообще, у меня есть и джепарь для загорода. То есть, если хочется успокоиться и комфортно провести время, как бы, ну, есть на чем, скажем так, оторваться, на что пересесть временно. Ты можешь поехать, там, на Трибрата, на Океан, на Вочкожецк, там, на Карыма, там, не знаю, на Мутновку. То есть, и затрат у тебя три тысячи рублей, и у тебя целый день. Ты с утра до вечера, как бы, да, тихо и не спеша, да, без экстрима. Но ты проводишь, как бы, вдали от этого города, от суеты, в тишине и спокойствии. То есть, Камчатка мне нравится тем, что, ну, в моем варианте, да, то есть, захотел спокойный отдых, там, отъехал от города, там, 20-30 километров, сиди там, ешь мясо, рыбачь. Захотел, грубо говоря, экстрима. Одел пару колес на Сильвию и все, и поехал на площадку сжечь их на самом деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как раз отпускаешь, и на сколько давление падает. Если давление меньше килограмма, ну, все, значит, пора, как бы, становиться, отдохнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вообще, изначально начать надо, конечно, с того, что зарабатываешь. Потому что построить машину, это космических бабок стоит. А второе дело, когда ты ее построил, еще надо ее содержать, обслуживать. Поэтому, если ты молодой, у тебя там в кармане полмиллиона, и ты такой сидишь, я сейчас куплю себе какую-нибудь марку и поеду боком дымить, ну, я посоветую купить какой-нибудь поджерик, тираник и лучше Камчатку ведь. Если ты уже человек, которому лет 25, там, у тебя хочется, чтобы у тебя появилось хобби, тебе нужен вот такой экстрим, и ты понимаешь, что ты можешь тратить на этот спорт постоянно, именно постоянно, деньги, тогда, конечно, добро пожаловать в дрифт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА